В это воскресенье все, кто работает в сфере обслуживания, отметят свой профессиональный праздник. Назвать таковым День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства имеют полное право слесари, сантехники, дворники, электрики, парикмахеры и многие другие рассказывцы, трудящиеся в сфере предоставления услуг. Накануне праздника они принимали поздравления от первых лиц города, которые отметили, что их роль в нормальной жизни рассказывцев важна, как никакая другая. Весь день на воздухе, в любую погоду и время суток. Вера Поченикина, называя себя хозяйкой двора, ничуть не преувеличивает. В ее обязанности входит не только поддерживать чистоту и порядок, но и вести работу с жильцами, ведь несознательные граждане есть в каждом доме. С первого дня, как Вера Михайловна начала здесь жить, она высаживала цветы, вырубала лишнюю растительность, следила за порядком. Правда, делала это на общественных началах. А после того, как появилось товарищество собственников жилья, вопрос, кого поставить дворником, даже не возникал. Когда я поселилась в этом доме, я не жила по принципу «Моя хата с краю», а жила по принципу, что мы вселились в этот дом, значит, мы здесь хозяева, все хозяева. И, естественно, кто-то понимал, что он хозяин этого двора, а кто-то не понимал. Вот нам довести этому человеку, что он тоже такой же хозяин, как и я, что он должен порядок наводить везде и всюду. Получаешь огромный позитив, вот потом посмотришь, какая красота во дворе, даже вот на балкон выйдешь, вы знаете, как сердце радуется? Прям вообще, ну, просто вот расцветаешь, посмотришь и на самом деле думаешь, ну, лучше нашего двора нет. Насколько по душе Вере Поченикиной ее работы, видно каждому, кто попадает в этот двор. Она по совместительству еще и рисует, приводя местных ребятишек в восторг. В товариществе собственников жилья «Вариант» работает шесть человек. Как говорят председатели, это оптимальное количество сотрудников. Сил и, самое главное, средств хватает на все. Зиму пережили без единой поломки, а с наступлением весны пора приступать к благоустройству. Каждую пятницу у нас в ТСЖ мы определили, мы его называем санитарный час. И последняя пятница каждого месяца – санитарный день. Это работники ТСЖ, жители, выходим, это производим массовую уборку. Убирать, можно сказать, уже и до той нечего, но мы это проводим. И участвуем в месячных, в общих городских месяцах. Сейчас, завтра, пятница, мы уже начнем обрезки деревьев, кустарников, приводить вот это все в порядок. С них сойдет, уже там листву, которая прошлогодняя осталась, набросали, уберем. И дальше будем уже оборудование ремонтировать, которое оборудование, что-то мы уже добавим, красить, бордюрки восстанавливать. Важность работы дворников, слесарей, сантехников и всех, кто работает в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании, отмечали первые лица города на празднике, прошедшем в канун Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье. Без их квалифицированного и порой самоотверженного труда нельзя представить комфортную и благополучную жизнь горожан. Мы привыкли, чтобы у нас было тепло, свет, вода, чтобы мы шли в магазин, чтобы нас здорово обслужили, и все бытовые услуги были на высоте. Поэтому с праздником, низкий поклон вам за вашу работу и большое-большое человеческое спасибо! Лучших представителей ЖКХ и сферы обслуживания отметили грамотами и цветами. Музыкальные подарки от маленьких горожан стали приятным завершением праздничной программы. Евгения Конобеевская, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказыва.